грустная статистика честно говоря но на самом деле актуален как саппорт вообще потрясающе выглядит почему в пабах он так хорош потому что люди просто-напросто не умеют против него играть он выходит в мид он начинает набить мид никто в мид не приходит в пабе подселить и так далее зато зато думаю что профессиональные команды вот game шар винрей 50 процентов 50 50 смотря против какого состава вы сыграете состав который готов сыграть против уже состав который не готов но как по мне это все-таки закрытой уже квалификации kiv major и любая команда сориентируется как сыграть против уже это довольно таки просто вы не ходите обособленно вы не торчите где-то по одному вы стараетесь как можно больше обращать внимание на передвижение будто а если у нее народ карте то призадумайтесь на секундочку остановить и призадумайтесь сказать с кооперируетесь и тогда Пуш не будет представлять из себя никакой угрозы, тем более на начальной стадии игры. Также против Пуджа очень хорошо залетает расстановка Вижена. И, как мне кажется, у топовых команд с этим проблем никаких нет. Да, в паблике все это игнорируется, поэтому Пуджи побеждают. Но, думаю, здесь не тот левел, где Паджик возьмет и вот так вот начальную стадию игры в соло сделает. Может, он будет не один гулять, да, там с Дезераптом в течение времени, там под Глимс и так далее. Все это можно реализовывать, этого Пуджа, даже если он в соло не перемещается, не пытается делать какие-то киллы. Но, тем не менее, к чему я подвожу, что Пуш, возможно, не самый лучший вариант Пика. И взлетит только в том случае, если все линии свои ребята отстоят на 100%, на свой максимум. И тогда уже Пуш будет иметь какие-нибудь артефакты, перемещаться с командой, с союзниками, оформлять фраги, потихонечку наращивать жир. И какой-то хук, там случайно, когда команда ущемлена и ей очень-очень плохо, она боится, щемится, то просто лучше не придумать инициации, ниже чем Падж. Так оно и есть. Все ты говоришь правильно, но смогут ли повторить это команды? Да, мы говорим о том, что профессиональные команды должны все это уметь делать, должны ставить ворды, должны чувствовать сильные и слабые стороны героев. Но регион-то у нас один из самых слабых, и мы уже видели, мы уже видели, что проблемы у определенных команд есть, тут даже с интернетом есть проблемы, что такое один за одним. Отлетают ребята и не могут свои проблемы порешать. Опасно. Да, сейчас очень рискует. Команда Юнион. Ну, просит секунду, значит, это какая-то проблема, которую можно с течением времени решить. Проблема просмотра вордов своего оппонента? Ну, давай уж не будем. Без этих грязных инсинуаций? Ну-ну. Обойдемся без них. Да, действительно, шутки шутками, но технические проблемы есть. Ребята играют из региона Южной Америки, там и не во всех странах гладко с интернетом. В частности, в Перу, я знаю, иногда бывает сбой, а как я понимаю, у нас большинство команд именно оттуда. Перуанские мстители, перуанские бродяги, работяги. Но, вроде бы, команды готовы продолжать, все вернулись в игру, и благо, но взглянем на ворды. Обсервер вард ребятами из Рейдинг был оставлен здесь, он не блочит никакой кемп, зато дает хорошую информацию по переходам, по выходам на хардлейнеры вашего. Тут попытка зацепить, и, похоже, может приплыть, и Эмбер Спирит будет таковать продолжение. Нужно бим дать, а нужно остановить Эмбера, и действительно поднимает его, и Рубик копает, Сэд Кинг. Легчайший. Инциденты случаются. Вот бывает такое, когда пятеро в смокингах нападают на тебя. А ты Эмбер Спирит, а реманта у тебя нет. Зачастую пятеро в трениках, рваных кроссовках, сигареты во рту нападают на тебя пятером где-то, где ты даже не ждешь. Но здесь все довольно-таки культурно произошло, по правилам. Я имею в виду, единственный вопрос тебе дашь. Почему Эмбер с МИДа, казалось бы, шел туда на линию? Не-не-не, он не МИДОВОЙ. Он, получается, что... Он странный, судя, потому что на линии легкой вообще никого нет? Нет, свапается. Ладно, на данный момент. Летит Абадон, ну и пешком Эмбер едет. А вот Эмбер идет пешком. Он так уверен был, что там именно Луна окажется в легкой линии. Луна Рубика, он не хочет стоять против Луны и Рубика на Эмбере против двух парней, которые в первую очередь с магией ему могут создать проблемы. Не знаю даже, насколько это хорошо, что он сейчас свапнулся в любом случае, тут же агрессирует. И похоже, что прокачанный рот на первом уровне от товарища Паджа свою пользу принесет. Вот это еще один минус на карте, счет сравнивается 1-1. И Эмбер Спирит, благодаря Пуджу и благодаря Глимсу от Дезраптора, прокачанного на первом уровне, дают хороший минус. Кстати, Земеля подъезжает в мид и Сэфу объясняет. Начинает за жизнь еще одна тычка, и Лиды горит, а то Руба Венома, тычка летит. А все же фраг достается Эмбер Спириту и его прекрасному Рубу Веному. Ну, знаешь, очень активно на самом деле начинают Анноу. И еще бы. И Анноуин, правильно? Анноун, да. Так оно и есть. Что происходит? Что происходит с Воном? Ну, он пришел сюда. Он попробовал задоджить лайнап с Луной и Рубиком и Земерей, но в итоге они все-таки настигли Вона. И, естественно, они его убивают, просто... Нет, он заденайлся. Хорошо. А вот это красиво. Правда, он играет через пассивку, да, и через Койл, игнорируя шилд. Сейчас бы на линии против троих без щита, но с пассивочкой. Да, любопытное решение. Видимо, такой теплой встречи не ожидал. Тем не менее, видим, как... Тут его... Да, это Сэвчик в миде. Тут его просто с распростертыми объятиями ждали. Да. Казалось бы, кто ждал тут триплы, но мы видим, что Роумит, земель, земель, кучу экшена, создает во всех концах карты и сейчас будет напрягать от Вор Деваура. Точнее, от Вор Деваура еще и Сэвчика или нет, или не пойдет. Пока перетяжка на верхнюю линию, где камень в затылок, Каустик в финале и смерть Мака. О, FGA. Что это за такой? Это, нет, не FGA, это снова, снова какие-то американские спонсора. Как же на самом деле UNK на Earthspirit играет и... Нет, играет на Earthspirit играет минусик. UNK это сокращенно, а NO и FGA это название спонсора, а вот этот минусик, ну, это именно минусик, потому что точки присутствуют в никах и остальных. Этот минусик это есть никнейм. Ну, в общем-то, этот минусик постоянно делают минусы, как ты видишь. Минусик, да. Он очень не соответствует своему никнейму, маг, попытка уйти... Ошибочка. Но здесь параллельно выкатывается камень просто по дегонали, все-таки выживает. Здесь Феррифайр отлично спасает жизнь на данный момент в пустоте на Сент-Кинге. Он тоже побрезгал как никнеймом. Сформировать хотя бы свой никнейм он не хочет. Или не может? Неизвестно. ACQ не позволяет, такое тоже бывает. А новой? Ладно, шутки шутками, но вот, честно говоря, вот любовь не делать ники. Я все время, знаешь, жду какого-то подвоха, типа это сидит какой-нибудь Ферр топит, ник себе не стал делать, юзает какой-нибудь, не знаю, смену IP и все. И просто фанится там со своими друзьями, разваливая южноамериканскую квалификацию. Ха-ха-ха, потому что я могу, потому что я Ферр и умею играть в Доту. Потому что, потому что. Да. Хо-хо, ха-ха. Вон, внизу, без регена, с кольцом базилы, тут многостаки, которые будет сейчас фармить луна. И, кстати, она здесь заработает пару миллионов. Ей бы помешать, но мешать ей нет возможности. В миде опять земелья, опять, возможно, будет выход в беднягу СФ. СФ-а спрятали, едет Болдер. Да, как же жестко раскладывает этот минус. Я медленно, но верно становлюсь фанатом этого Эр Спирита. Вот такие Эр Спириты мне нравятся. 3-0-1. У нас КДА Эр Спирита. Наказывали-те. Делает во всех концах карты. Счет 4-1, 3 фрага. Собственно, все 4-3-0-1, да, все 4 фрага благодаря земели. Да, везде принял участие, получил либо килл, либо ассист. Большой Эр Спирит молодец, мы это уже обсуждали. Минус продолжает оформлять минусам на карте. Вот такая тавтология, но она истинная. Так на самом деле и происходит. Хотя там, но он как-то зафармить эти ультра уже, наверное, стаки. Там очень вкусно. Да, почему бы и нет, тут катапульты много вытанковывают. Опять он. Пожалуйста, остановите. Но он нет. Ах, снова заденайлся. А этот чертовок неплох. Он красив и хорош. Два деная. Абадон, чертовка. Абадон, та еще чертовка. Мак. Мак на Дизрапторе есть. На раз прокачаны все три основных способности. Но я, наверное, жду четвертого левела и Глимсов два. Может быть, со вторым Глимсом сможет какие-то предпринимать попытки атаковать вместе со своими тиммейтами, оппонентов. Но тут Луна. Луна фармит. Пятый левел Луны. Четвертый левел земелья. Рубик практически тоже к пятому уровню приблизился. И против них, против триплы стоит Абадон, у которого тоже пятый уровень. Так, что-то плохое случилось с Сэнд Кингом на топе. Приказал долго жить. Но вот он, Глимс, второго уровня, собственно, себя оправдывает. И магический прокаст Амбер Спирита тоже останавливать нечем. Но нужно идти за это ломать Абадона. Абадон, кстати, щит в три взял. Он сделал правильные выводы после того, как на втором левеле щита не было. Заданается Ли снова. Так, так, так. Нет. Нет, все-таки не заданаялся. Но мне кажется, у него был даже какой-то момент это сделать. После Абима разбившего щита. Мне четвертую игру не покидает то ощущение, что у нас очень плохой пинг. Вот мы даже под лаги периодически ловим. Под лаги есть. Вот только что он скастовал Койла. Он прошел где-то вот буквально на полсекунды позже. А я даже не хочу смотреть, какая у нас задержка. Просто чтобы не огорчаться. Пока я думаю, что я устал, поэтому я под лагиваю лично. Каков наглец этот путь! Хороший хук! И Джей Мари отправляется в таверну. Хук там. Вообще так смотрю, как ребята исполняют и довольно уверенно играют. Абаддон, у которого было совершенно три выхода, он два из них просто в период двух первых нападений закончил жизнь самоубийством. Я дай бог из трех игр две заданаюсь, а парень из трех выходов на себя два раза смог самоубийца. В общем, проспейсил команде весьма и весьма здорово. То есть его, эти суициды могли обернуться как бы фрагами на совершенно, ну, других лаймах, да, на других, на его союзниках. Посмотри на это, посмотри, Даша. Вышел в мид. Земель и просто в соляру, в соляру оформил. Сэфо, я перестаю понимать все происходящее здесь, к слову, не здесь, а на топе. Вновь справились с пробелом. Сэн Кинг, видимо, не понимает, что глимс и ты никуда не уходишь. Его пытается цеплять Эмберспирит через революанты и чины, он подкапывается, после чего отъезжает в таверну. А вон забирает Рубика. Забирает не один, по-моему, с поддержкой, да. С фукшотом и с ротом. С ротом. Звучит так, как будто я не воспитанный и не знаю, как правильно говорить слово ртом. Или почти что оскорбляешь его, намекая с уродом. Но с ротом, я имею в виду, разумеется, способность Пуджан, а рот, вторая его способность. А в миде вновь, в экшен здесь вновь раскалывает каменюка лица. На этот раз, правда, Джимари фраг забирает. Но я хочу сказать, что этого парня можно смело лайкать. Таких эрспиритов часто ты не встретишь. Ну, счет 4-0-3. Не из того плюсую. 7 фрагов на карте, 7 фрагов от эрспирита. Минута игры девятая. Девятая, Карл! Почти фраг в минуту оформляет эрспирит или помогает оформить. И вот снова, снова он видит, куда перемещается Реминант. У него есть три камня. Правда, и шестой бы апнуть еще каким-то чудом. Тут не загулять бы каким-то чудом, ибо 8-й левел Эрспирита... Нет, не загуляют. В скором времени закончится шилд. Если он потратит всю свою ману, да, на Реминанты, то может это внезапно... Сайлент пошел, и вот он, щит отсутствует. Пошла же инфа по щиту, но есть чины, как больно здесь. Катя, ты посмотри, просто заманивают. Там шаг лево, шаг право, и они сами расквитаются с эрспиритом. Все еще три с Тон Реминантом. Да, могут нападать, могут нападать в теорию. Две секунды для Транквилл. Нужно немножко пригениться. Да, есть опять же инфюжит рейндроп. Шестой левел с магнитайзом. Ой, он готов давать раскасты, сайлент и так далее. Я не понимаю, почему парень не уходит. Он, видимо, хочет сыграть на реакцию, и уйти на Реминант. Посмотрим, выйдет ли. Вот он показывается. Это Броустрайк. Это же Броустрайк. Прямо сейчас можно Броустрайк. Так, сюда же, да, сайлент и раскасты. Тайзер Стан туда же. Очень больно. И прилетел еще ОД, выдав Экрипс. Которым, по-моему, вообще не попал. Или попал. Попал, попал. Это просто мне так показалось. Окей. Ну, видимо, дилей в игре помножены на дилей в моей голове. Получается, что я немножко ошибся здесь. Но, тем не менее, это 8 фрагов за 10 минут. В 8 фрагах из 8 принимает участие Эрспирит. Если хотя бы есть еще 3 героя саппорта, на которых он может катать так же, как на этой самой земле, то гарантирую, что он попадет в 3-1 коллектив в течение полугода. Это невероятная игра. Это чувство... Как это объяснить? Чувство пространства. Он оказывается в тех местах, где он критически необходим. 2 фрага в миде. Фраг на топе. Фраги внизу. Вот этот вообще соло-выход, когда он разбивает лицо СФ. Ну, это же... Я согласна. Просто божественно. Напарень реально показывает одну, пожалуй, что из лучших игр на земле. То есть то ли тут настолько все плохо у оппонента. Я думаю, что какого-нибудь типа меня 3-4 карака он мог бы так раскатывать. Но неужели Unknown сюда дошли? А точнее, не Unknown, а Union Gaming дошли сюда? Собирать Луну. И вот снова. Снова прилетает вовремя сюда Эр Спирит. Правда, его Раскастов не хватает для того, чтобы хоть как-то ослабить силу Эмбер Спирита. В итоге Луна ошибается с Раскастом. Почему она пошла дальше, неизвестно в будущем. Вот тот же вопрос в голове. А вот и Пурджа. Поймали что-то типа того. Рот от Пурджа, рот от Рубика, судя по всему. Доболкил. Доболкил, да. Просто пришли подфидить. А вот все начиналось очень даже неплохо, но... Испортили всю Малину Эр Спириту, вся работа на Смарку. Что-то классический паб. Когда кто-то кого-то тащит, тащит, а руинеры не останавливаются. Это классическая игра на саппорте. Вот саппортишь таким... Да-да-да, у тебя три рака в команде и якорь, который просто ничего не делает. Ладно, шутки шутками. Кстати, Мидаса от World of War, на 12-й минуте он уже его кинул, я не заметил. Когда он его приобрел, но судя по всему, явно уже сравнительно давно. И быстрый Мидаса от World of War может обернуться проблемами серьезными. Земелья в мид-линии кого-то ждут. Возможно, этот кто-то это СФ. Ну, а может быть и нет. Прячет СФа. Нет, не СФ, крипа прячет. Странно было бы, если бы СФ мог находиться в двух местах. И сразу СФ ушел вниз. И пытается нафармить себе на Dragonlance. Нужные статы. Прекрасно понимает ACC. Что здесь распадается он буквально от пары тысяч каких-то там прокастиков малейших. Но Абадон выформил себе Владимира. И теперь такой с Владмерсом. Красивый. Куда-то собирается. Ой, здесь сейчас минус может очень сильно всплать. Он, конечно, ревелит этот самый выход. Но как неудачно. И 4х стрик в небытие. Если бы знал о таком повороте событий Земли, не поехал бы. Каждому по чуть-чуть 314 голды именно Эмбер Спириту. Неприятно. Эмбер Спириту на тераппозиции. Это просто реально, вупс. Кто же знал. Кто же знал. Да я думаю обескуражен сам Эмбер Спирит, такой спокойно катишься, катишься, а вокруг тебя 4 пацана. Откуда вы, кто вы, зачем вы сюда пришли? Прямо говоря, происходит какая-то жесть. Вот вся работа Эмбер Спирита на смарку, потому что на топе происходила череда фидов. Но если сейчас будет Болдер по таймингу, да как он это делает? Минус, очередной минус на Экзино. Это Эмбер Спирит, это первая творственная карта, которая уже в честь этого, не первая, отъезжает в таверну. И Стрик падает в пользу Луны. Буквально даже со стороны посмотреть на Эмбер Спирит, нет, он реально хороший. Неважно какой уровень игры здесь, насколько он сравним с терридин командами. Просто Руспирит очень хороший. Заметно по передвижениям, по таймингам, да, по раскастам. Вот снова он играется и дает стан по двоим. Еще один Болдер. Кстати, можно, наверное, пойти и... Магнетайз по СФ, правда, Сэмп Кинг помогала, тоже погиб. 2 на 2 пока что размен. Он пытается уйти, понятное дело, он будет догонять и добивать. Удачно. Ой-ой-ой-ой, мисс коммуникейшн. Да-да-да. И все равно стану. Да как? Как же он это делает? Включается в замес. Прямо сейчас мы Руспирит прожимаем стики, делает минус 2 моментально. И что же придумает Эмбер Спирит? У него есть два камня, насколько я понимаю. Так, этого толкнул, этого там засалить и ехать. Нет, не получится. К сожалению. И минус 4 по итогу. О, ответили, ответили на агрессию, просто какой-то лютый замес. Минус 5. Минус 5. Погибали. Тим вайп все, да, это тим вайп. Это, кажется, тим вайп, просто поресались уже. Ах. Мне жалко, на самом деле, Эмбер Спирита, он действительно тащит сейчас пятерых. Просто 1 versus 9 игра. Тиммейт, конечно, старается, помогает, но то, что делает он, это вообще next level dota. По крайней мере, на уровне этих игроков это next level dota. Я бы сравнила такой уровень игры, да, это как играть на каком-то музыкальном инструменте, отучиться, знаешь, 7 лет играть на музыкальном инструменте. Посмотри, что он опять делает, он опять его здесь цепляет, этого самого Эмбер Спирита, и готов его случайно на ремнанте ждать. Попытка сделать тп-аут куда-то, дружок, ты в астрал. Ну и что, готовиться? Камень есть. Белиссимо. Белиссимо. Сейчас идет какая-то феерия доты. Я теперь знаю, чем я займусь по прилету в Москву. Я просто возьму и пересмотрю каждую игру этого коллектива, и я хочу просто посмотреть, как этот тип топит на других героях. Я уверен, что он не может играть все свои игры на земле. Это жуткий левел просто. Ну, к чему я вообще вела сравнение? То, что у парня это все уже... Вот он одной рукой, мне кажется, может все это поражать. Настолько он свободно себя чувствует на этом персонаже. Он чувствует каждый момент. Это уже... Ему не нужно считать в голове. Ему не нужно вот в напряжении сидеть и готовиться нанести удар. Он просто знает, когда. Вот все, у него заложено. Да, это, конечно... Отработано. Сроднился с героем, что говорится. Да, да. И есть Мидасик. Вот сейчас минус приобретается Мидас. Мидас на землю, и при этом земелька не берет никакого-то там вейла в дискорд, который дал бы ему статы, дал бы выживаемость, не берет даггер, который у него пока в списке желаемого. Насколько это актуально? Ведь у него все еще 1160 хп, а при этом СФ приобрел себе Драгон Лэнс, приобрел себе Аквилу, и только что Райк кликнул Шадоу Блейд. У Эммер Спирита готов давно уже вейла в дискорд, также есть травела, и готовится даггер. У меня есть опасение, что ошибается с этим выбором артефактов минуса, и сейчас он будет просто сам лопаться. Лопаться, потому что его хп не позволяет ему танковать, у него нет ничего на выживаемость. 5 армора этого слишком мало. Опять же, Шадоу Рейзы под Вейл, это тоже большой маг прокаст, мид хук с чистым дэмэджем. Что-то меня немножко смутило, этот выбор артефактов от Эр Спирита. Попытка выйти в смоках, кого встретит? Ну, по всей видимости, претендент на победу, точнее на смерть, это либо Рубик, либо Джимари на его... ОД, ОД, как же идет на хайграунды? Здесь вся команда отвернулась от него, и не хочет помочь забрать ОД. Что это такое? Ну серьезно, серьезно, это фрифраг, который шел прямо на хайграунды. Нет слов, я с тобой полностью согласен. Они просто отвернулись. Лещей им, просто свежих лещей. Это должен был быть легчайше, особенно с учетом того, что здесь был и Глимс, здесь и был Статик Шторм, да просто... Да все есть, все в наличии. Вы в Пятером идете ганкать, и они так еще синхронно развернулись, просто синхронно. Может быть, это команда Перу по плаванию? Да, мне интересно, что ты там его связал, вообще по барабану. Чайны? Не, не слышали. Вон тот вот Рубик, он намного интереснее. Да еще если бы его убили, но ведь нет. Да, не знаю. Знаешь, в Воверочер, это лучший момент матча, и вот это он. Проблема серьезная, кстати, у Джеймара. Он может погибнуть чуть позже, чем это могло случиться. Хотя нет, себя подсейвил. Возможно, тиммейты впригутся. Да, здесь Эклипс хороший от Луны. Здесь рассказ о самого УД. Завитает. Глубоко очень. Эрспирит пошел. Магнитайз. Очень больный этот Болдер. Он там наказывает. Ставится еще одна копия. И еще один заряд магнитайза по лицу бедняги Дизраптору. Дизраптор рискует рассыпаться. Но нет. Подошелся со спины Акзина разруливает проблемы своей команды. И в итоге драка 1 в 3. 1200 дамейджа от СФ. Раскоставался здесь реквием. И все, что нужно было, дал дизмембер рот от товарища Паджика. Ну и вот что-то не так с этим самым Сэнд Кингом. 314 дамеджа, когда у тебя 12 уровень и даггер. Что с тобой не так? Это явно не получилось. Не удалось рисковать эпицентр. Я, к сожалению, не обращала внимания, где именно находился Сэнд Кинг. Либо в Статик Шторме, либо в Чинах, например. То есть что-то ему мешало в течение этого замеса справиться с управлением. Кто знает. Боюсь, эта тайна канет в лету. Получается так. Мы можем только предполагать, что было. Несмотря на то, что мы вроде как смотрим игру. Вроде как. Об сервере 999 левела Байстарски. Заруинит Изи любой момент. Шутки с шутками, но я хотел просто за Эрспиритом посмотреть. Я, честно говоря, уже проникся, повелся. Вступил в когорту фанатов этого игрока. Не знаю, кто он, что он. Я попрошу вас, дорогие зрители, если у вас есть инфа, накиньте мне на твиттер новостей. Кто, что, что за божила. Мне очень интересно. Готовится к чему-то анон. Они, к слову, ведут по деньгам, по опыту. Там немножко, около тысячи. Зацепляют Абадона. Абадон. Ты приехал. Да, Болдер опять по таймингу. Да что творит этот жесткий тип? Безультимативный оказался Абадон. Здесь же, опять же, вот, ты видишь, как Сенткин действует. Наверное, в том же замесе было подобное плана движения. Утимативное по СФу. Добрый вечер. Магнетайз. В том, почему в дальнейшем его не видно, а перед... Под Сентрёй гулял? Да. Нет, подожди. Вот Сентяй. И он просто вышел из... Да, в Роскоцентре стоит. И по нему прошелся практически весь рассказ Секлипса, но он выбрал верную дорожку. Безопасную. Опачки. Рубик, три ремнанта. Готовьтесь, господа. Хеллоу, сеньорито. Какой великолепный ник, а я не обращал на этого Рубика внимания с таким ником. Можно действительно... Опа, хеллоу, сеньорито. Как... Как они вообще волшебно играют. Мне кажется, вот Сенткинг... Сенткинг байстарский, а все остальные нормальные пацаны. Просто я так же могу. А все остальные бай аутодистракшн. Неплохо, неплохо. Ждем развития событий. Здесь явно что-то готовится. А в сервере... Оооо! Хук, есть Херекейн Пайк, но что-то не хватает и распадается на... Просто вполне хватает, а плюх от Сэфа очень жестко. Продолжать свое преследование Эмберспилит, кстати. Под чинами пока невозможно никого сцепить, потому что его сайланс это опять же. Рубит просто и выйдет Климс. Каков наглец. Потому что может тебе позволить. Я вот сейчас резко понял, что я перестал жалеть, что мы ждали эту игру около получаса. Я думал, что сейчас будет 30 минут, 40 минут ожидания, потом какая-то там 20-минутная, 30-минутная унывшая игра. Но то, что нам дарит Рубик, то, что нам дарит в первую очередь Эрт Спирит, это феерия. Ну, честно говоря, эта игра почему-то... Я бы не назвала ее эпичной там, фееричной. Почему-то, когда я вижу эту игру, мне хочется назвать ее следующим прилагательным. Милая. Ну, имеешь на это право. Why not, как говорится. А тут выход в Рош Пит. И команда. Union Gaming забирает Оегисом. Знаешь, однажды я назвала команду... Это была команда какая-то чисто миксовая, иногда поиграть, на пати собраться с годом небезызвестным Сергеем, и она называлась Рош Пит. Отличное название. И сейчас уже не вспомнишь, что-то было связано такое с Рош Питом. Там то ли фраги какие-то ключевые делались, то ли на Рош Пит мы захотели... Швиды ключевые. Да, 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 ключевые конвейера. Но, тем не менее, вот Рош Пит команда. Надеюсь, Рош Пит Gaming. Потому что любой команде, которая что-то делает отвратительное в Рош Пите, нужно добавлять обязательно гейминг. Рош Пит Gaming? Да, это Рош Пит Gaming, это First Blood Gaming, это No Buy Back Gaming. Вот все команды должны быть именно такие, каков... Каков этот минус? Он просто под выход. Луны с Эклипсом дает стан, сайлент, стан до свидули. И делает минус. И делает минус. И сейчас эти минусы будет еще по эти два вышки, размениваются, правда, No Gaming с ребятами из Union Gaming. Union Gaming также давят, но давят они вверх. И наверху заходит на хайграунд, отсюда нужно уходить. Есть ли ТПшка у Луны? У Луны тоже есть телепорт. И летит сюда Луна, причем летит в центр замеса. Ее не смогли поймать. Ну а где Глимс? Отчитывает секундочки Мака. Хочет вернуть, наверное, в свою ультимативную, но не успевает этого сделать. Наяривает по вышке все это время СФ. Теперь включился на ОД. Переключился. Покопа нет и у ОД. Более того, у него была снята пассивка. Добивает здесь Батона, понятное дело. Даже Эклипсы не пожалели. Где-то затаился. Эмбер Спирита именно в Таверне. Прямо сейчас разменяли Эгис на Ис... Ну, СФ просто выбили Айгего. Вгрызается в Сент Кинга. Так быстро его не убить. Нужна подкрепа. Убивают все же. Пробелы. Глимс. Глимс трубы. Ну, хорошо. Параблюх. Но тот не растерялся. Спрятал себя... Нет, это спрятали его в Астрал. Так. И далее. И все. Ошибается Путч. Сейчас подставляется. Зачем-то, зачем-то подставляется. Кто-то из его тиммейтов. И Путч хукает. СФ подставился. Он надеялся Рубика добить. Он просто встал и ждал. Как будто бы у Рубика тиммейтов нет вообще. И это Хайграунд Гейминг. Так это... Так нужно именоваться этой команде. Хайграунд Гейминг это максимум обрисовывающая данную ситуацию. Ну, а Анкноу должны попытаться использовать время по максимуму. Они дали пару хороших минусов. Они выбили Айгегис. Они дошли до Хайграунда по бот-линии. И на верхней линии стоит еще Тир-1 Тауэр. Вот сейчас им вплотную бы заняться. И есть ощущение, что мысли команду Анноу посещают подобные. По крайней мере, вижу я здесь уже Луну. Вижу, как прыгает и ловит. У вас Страл, Зесембера, хорошая реакция. Действительно хорошая реакция. Ну, как же больно от Дека Барустрайк. Ну, первый, по-моему, Барустрайк. Ой-ой-ой! Он просто на развороте гейминг устроил, сыграл на мужика, сжал в кулак и сделал фраг. А что он сжал в кулак? Сжал в кулак и сделал фраг. Всю свою волю. Я понял. Красиво, но... Но при этом еще и вышку потеряли, если бы был просто размен один в один. Наверное, это было бы достойно. Ой, весит тебе что-то не нравится. Я буду брюжать. Я все же стар, старски и могу себе это позволить. Ехала дальше. На центральной линии подфармливает Паджик. У Паджика, кстати... Он очень активно фармит. Конечно, слушай, форстав, хукшот, попытка зацепить Эрспирита. Неудачная попытка. Не этого парня. Not today. Этого парня-то так просто не возьмешь. Он как грецкий орех в кожуре. Глубокая мысль. Не то, чтобы я ее не понял, но проникся. Принимается орех в кожуре. Ничего не спрашивай. Все нормально. Это просто 11-й час каст. Кстати, 28 минут игры позади. Взглянем на графики. А вот от Кноу практически на 4000 вперед. Вырвались в денежном эквиваленте. И пятерка практически в опыте. Немножко не дотягивает. Нужно еще какой-нибудь минусочек сделать, дабы пройти данные отметки. А давай изучим артефакты вообще в целом. Да, я вот решил начать с Абадона. Абадон, Солар Крест, Блэд Мэйн. И Владмир, тот самый Владмир, который был давно. Не добавилось ничего, кроме даггера, Эмбер Спириту. Нет, можно не бросить внимание, это на Фиддил Сэнд Кинг. А, это опять Сэнд Кинг. Тот самый Сэнд Кинг. Сэнд Кинг-кукурильщика. Дизраптор с глимерами. И я надеюсь, что в будущем с Аганимом, пока у него 2К в руках. А вот Сэф с Сильвер Эйджем, БКБ и Драгон Лэнзом. Драгон Лэнзом? Yep, Драгон Лэнз. Рано или поздно Эдрагон Лэнз станет пикой, которую и рассчитывает купить. Чем занят Падж? Падж, собственно, фармит на линзу. Эдрагон Лэнз появится, но это будет не самая ранняя линза, ибо 9-й левел, точнее 9-й по общей ценности героев Пуджик. Так, что-то у Паджика пошло не так. Земель, собственно, Пайп заварил после Мидасика. Выходит, вполне возможно, в Мекку. Так, оно и есть. А вот и встреча. Смок разревелился, засыпили Абаддона. Должны понимать примерно, что где-то тут этот самый Сэф, который начинает с Эдвир Эйджем, его тут же копает. Великолепный ультимейт от Луны. Попытка спасти, но куда-то с подводной лодки взрывает. Джимари продолжает разваливать с руки. Маны очень мало, но вот сейчас пассивочка пропёрла. И ещё разочек. Я знаю, БКБ у Луны, оно просто не заканчивается до сих пор. Бим, бим. Дальше следует по Абаддону. Абаддон ультимативно, естественно, отсутствует. Уже в Таверне находится ССФ и Дезераптор, напоминаю. Поэтому никто Абаддону не поможет. Может быть, загнается, но под Сайленсом особо не загнаешься. Поэтому это размен. Два в три получается. Сейчас ещё оценим. Файл 3 кап. Подожди, почему два в три? Ведь погиб лишь ОД? Да, выжил всё-таки СК. Ну, судя по Файл 3 капу, да. Мне почему-то казалось, что там два минуса Тикова. Вот, видишь? Это давно было. Это он в миде видел. На то, на что мы не обращали внимание. Это вот тот самый момент. Что он есть, что его нет? Конечно, конечно. Так оно и было. У него вместо Ника пустое место. Просто не нужен. Опа! Не дотянулся хукшот прям вот совсем чуточку. Хеллоу Сеньорита. Хеллоу Сеньорита разваливается. И Хеллоу Сеньорита может ещё и Паджика наказать. Воруется у Паджика дизмембер. Ну, вот что происходит. Вот что происходит. Происходит Луна, которая уже на 4 тысячи на Творса опережает лидирующего на протяжении всего матча СФа. И вот она с проблемой... Укупила себе БКБ и всё, она справляется. Господа, у вас проблема. У вас Луна-карты, которая сейчас может эту карту себе в копилочку положить. Так и есть. Казалось бы, этот персонаж, точнее игрок, который управляет данным персонажем, какие-то несуразные клипсы выдавал порой. Были моменты. И сейчас вот он, знаешь, как-то благодаря, возможно, этим нелепым умом затерялся. Перестал привлекать к себе внимание. Тактический фитфест, тактические глупые ультимейты. Да, прикидывался вот этим вот... Шлангом? Прикидывался шлангом, да. А потом, как взвился, и как струя воды пошла... Вот так. Струя фарма, скажем так, непрерывного. Так оно и есть. Бегает с волком. Скоро бабочка. Кстати, бабочка там вообще практически не контрится, но единственное, что меня смущает, что в основном magic damage у команды... БКБ есть? ...юнион. БКБ, наверное, поздно будет заканчиваться, и тогда будет вопрос уже в статах. Будут ли статы? Нет. Сегодня не завезут. Я понял. Я бы предпочел увидеть, возможно, даже о Эвскаде. На Луне также ничего против не имею. Сейчас я как возьму и вспомню, как называется Сатаник, и скажу, что Сатаника. По данной причине Сатанику дали кучу демеджа, просто тонну урона. Но пока она хочет, видишь, себе... Опа! Кто это у нас тут, пацан? Добрый вечер! Добрый вечер! Вы попали под стражу Эр Спирита. Во внимание Эр Спирита попались, и все, и понеслась. Здесь же врывается Шерюфинт, и происходит что-то абсолютно непонятное. Да, забрали Луну. Удалось ее все-таки уничтожить. Ну и нужно отступать дальше. Остановить Абадона. Пауза, не надо сюда идти, потому что хороший Санс получает, кстати, его минус. Все, еще контролит, но... Убивают здесь одинокого Абадона. Что это? Разве Луна этого стоила? Да в смысле Луна этого стоила? Луна, может быть, этого и стоила, но Абадону не стоило туда идти. Но Луну убили без его участия. А он просто сказал, так, дайте-ка я посмотрю, где убили Луну. Ну и посмотрел. Ну-ка, покажите мне их. Держите меня пятеро. Ну, держали его трое, и эти трое его, собственно, в таверну и отправили. Невнятный, невнятный абсолютно Муфатабе мог пытаться хотя бы уходить. Там, может быть, Паджик хукнул, ведь Падж был на позиции, собственно. Оттуда можно делать хукалити, особенно если ты бы прижался там к кромке леса. А дело в том, что он даже подглядывал, он смотрел, целился. Опачки, Паджик, еще один дизмембер в копилку, как я понимаю. Нет, рот успевает нажать. Ой, спрятали, хорошо подцевили своего тиммейта. И тем более столь ценного тиммейта. Да-да, это все тот же минус. Волком альфа, волком филит. Сейчас не лучше. Из идей какая реакция, просто остановлен. Астрал и тут же есть Болдер. Ух, как это было больно. 60 украденного интеллекта стирали. А БКБ это паутс делает, пытается сделать. Нет. Все-таки подошел сюда, подоспел АС, АЦЦ. Мне кажется, что если бы стал драться, имея вот столько интеллекта Аутворд Деваур, а не бежать. Нет. Нет, 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 нет. Я всегда так делал в школе. Билл бежал. Все, то же самое. Бей и беги. О, ну ты и подлец, конечно. Нет, нет ничего в этой жизни невозможного. Хочешь жить и умеет вертеться. Тут, понимаешь, двоякая ситуация. На вас нападают втроем. Убедительно, это что? На вас нападает самый сильный, а ты слабый. Что значит нечестно? Уже все честно. На тебя уже сильный напал. Все. Все в твоих руках. Так, практика. Ей надо пользоваться. 24-30 счет в пользу команды Аннон. Аннон? Аннон. В общем, и целом они роняют в миди-вышку. А вот и бабочка не прожимает, ускоряется. Ускоряет свой фарм. Кстати, когда у бабочки отрезали вот это наказание за проюзанную бабочку, за ускорение, как ты считаешь, это вообще благо или зло? Что? Ну, раньше же, если ты проюзывал бабочку, чтобы ускориться... Сейчас этого нет. И мясо сохраняется. Мясо сохраняется. Ну, мой 5К-аналитик меня подводит сегодня. Я что-то как-то не обращала внимания, честно говоря. Вот, видишь, флютер трейд и вей... А, трейд и вейжен, все. Нет, нет, нет. Странно. Я вроде бы даже помню этот почтно, в котором это меняли. Может быть, это просто описание. Я пошел в гугл, все. В смысле? Нет, ну, описание бабочки могло просто не подъехать. Но я решил. Да дело в том, что я даже как-то не думала, имеет ли смысл такое нововведение, не обращала на него внимания. Но, с другой стороны, я не думаю, что оно прям такие критичные. Критичные... Ну, нет, почему? Оно даже, по-моему, очень критичное, ведь... Ведь когда ты... Я бы... Смотри, выхкай в луну, пытается ее сейчас запкусить. Она не нажмет ничего? Возможно, это будет так непросто. Не просто, потому что... Прямо прокают миссы как-никак. Здесь же, аж сперед на подстраховочке. Не встрянет лип. Несколько плюх по нему. Что? Куда он исчез? А, его прям цынули. Ну, тут у нас еще с небольшими этими провисаниями. Да, очень сложно понять, фактически, что происходит. А смотри, а сколько кулдаун? Можешь навести, пожалуйста? 25 секунд. Мне кажется, если сделать кулдаун под 35, будет нормально. Или даже 40. Потому что, ну, небольшой все-таки кулдаун. А ускоряться очень здорово. Так, сейчас я... Оп, оп, оп. Я тебе говорю, потом бабочку пофиксит в этом плане. Нет, я пытаюсь чекнуть именно во вкладке Defense наличие эвэйжена в момент, когда проюзывается флаттер. Потому что у меня стойкое ощущение, что я читал почтно, в котором было написано, что это изменили. Но я верю, что Valve могли забыть описание предмета. Ой-ой-ой! Серьезно! Чинами не попал? Угу. Просто в ночи где-то... За угол. Шаг за дерево сделан. Да. Скажем так, за сучок. За шел? За веточку. Блин, Луна опять отюзала бабочку. Луна, ну прекрати. Знаешь, это... Он просто хотел преследовать ОД, но зацепился ногой вот за... Споткнулся? Да-да-да. Так бывает. Я, кстати, один раз споткнулся в лесу и... Закончился не очень. Серьезно? Серьезно? Дырка в животе закончилась. Упал неоднозначно. Ты знаешь, что... Я просто как сильный человек не подставляю руки, когда падаю лицом вниз. Ты знаешь, что Логан умер? Так. В смысле, умер? В смысле, в фильме умер? Да. А, фух. Не пугай меня так, я уже за артиста начал беспокоиться. Нет, Хюджек он в порядке. У меня чуть-чуть сердце не остановилось в прямом эфире. Нет, так погиб Логан. У него... Я не осмотрел, он погиб на моих глазах. Да? А ты вот выжил после такого. Так и есть. Проблемы небольшие. Могут быть оба, нет. За ним не пошли. И выезжа 0%. Все, ладно. Отмена паники на корабле. Значит, мне приснилось. Тебе часто снится дут? Так, так. И эти те самые смоки, которые... Хотя они все быстро забрались на ХГ, и все в принципе неплохо. Или нет, нет. Моментально погибает All Cloud Devour. Стоит СМ с блокинг-баром. Он наяривает туда, кидает тычки сюда. Все абсолютно фуловые. Типичный смокганг, когда вы идете к противнику на ХГ. Класс. Да. Где-то я это видел. Просто 99,9% таких. Спаси, спаси друга, спаси брата, спаси себя. Живи. Ой, что творит? Что творит этот парень? Нет. У него нет камней, понимаешь? Он все равно живет. Царь-царский. Если вдруг... Стар-царский. Неплохо, мне понравилось. Если вдруг, когда-нибудь, я пойму, что переселение душ существует, то это явно был Грозный. У Ани Грозный. Эпицентр по троим. Как он заходит. Здесь есть два бэдмейла. Очень поздно. Хотя Абадону все равно. Пуш сдулся. Абадон продолжает драку. Это, кажется, может быть все просто чревато о потере стороны. Хотя Луна, Луна дерется до конца. Очень сильно проселил. Как минимум Дезраптор уже отправился в таверну. Бим, бим по СФу. Ворострайк. После выкупа Сент Кинга, Волт минус. Хорошо. Далее можно преследовать хоть кого-нибудь. Например, Абадона и Рспирита. Почему Рспирита? Рспирит не здесь. Вот там уже Рспирит. Это верно. Минус 4. Давай изучим байбеки. Потому что мне кажется, что только что отдали игру. Байбеков зеро. Ты же не видишь золотой рамочки под таймером. Это же отличное нововведение для зрителя. На самом деле это топовая тема. Я доволен. Раньше в такие моменты приходилось включать байбек статус. Сейчас я этого не делаю принципиально. Это ведь не только для зрителей, но и внутри игры. Правильно? Для твоих тиммейтов. Ты видишь. Да. Офкорс. Офкорс. Это все видно. Не нужно чекать у них. Конечно. Высчитывать там. Конечно. До миллиметра там ничего не нужно делать. Как же больно здесь. И вот тут Хексу. И разобрались. Да. Иггинский парень с байбеком вернулся. Абадон, кстати, там тоже натикало на байбекич. И можно было бы жать. Но. Эмбер. Эмбер делает ТП на шрайн. И об этом прекрасно знает команда. Подозревают. Они знают. Они реально знают. Если они его сейчас приговорят к смерти, это просто по-пла-ва. И он просто бежит. Он бежит убивать Рубика. Ты что такой жадина-говядина? Тут вот перетяжечка. Где? Давай земляной. Пихалы. Земля. Пихалы. Ты знаешь. Чекай. 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 Да. Он его увидел. Что за жесть. Даггераут пытается уйти. С Вару-Страйком Сэмп Кинг. Ну. Вару-Страйк же есть. Уже есть. Давай. Давай. Болгер. Болгер. Саунти. Он его просто разваливает после Байбека. 110 секунд. Нет. Нет. Просто-напросто Эмбер Спирита. Какая же жесть. Ну зачем тебе был нужен жалкий Рубик? Ты после Байбека. Черт знает куда. Без команды. Без возможности вернуться назад. У меня горит. У меня горит стул. А у ребят горит игра. И сейчас команда Юнион Гейминг просто может проиграть и потерять очки. Луна. Луна не нажимает. БКБ нажимает. Манта ставит. Попадает. Статик Шторм. Выбегает отсюда. Прожимает Блокинг Бар. Придется отойти. Ей очень больно яривает эсэп. С другой стороны. Там прожали БКБ. Прожали Статик Шторм. И 78 секунд еще не будет. Можно с этим работать. Нельзя уходить. Нельзя уходить. Вы что? А мне больше понравилось прожимание Сатаника Луны. Она его нажала в тот момент, когда ровно 4 секунды просто ломилась домой. Я вот так часто делаю. Вот честно говорю. Юзаю. Я же это не просто так собираю. Вот. И именно так я тоже думаю. И вот выходит из этого то же самое. Попадка зацепить. Две секунды до Сатаника. Сатаника это нормальная тема. Сатаника можно предъявить, но при этом нужно не подставиться. Вот он. Вот он Сатаник заюзан. Пытается отхиливаться. Отрывает куски от крипов. Открывает вообще куски от всего, что только видит. Проблемы. У Вона. Но у него еще есть ультимативное. Нужно бежать. Нужно отступать. Сейчас просто на халяву получают дэмэдж. Пошли грифсы на развороте ультимей. Мейт от Луны. Пустоту. Я опять этого не понимаю. Продолжает распушивать здание Луна. Вынуждена прожимать Буткинг Барр здесь. Очень сильно проседает. Сэр, ты посмотри, просто под глоевами. Чуть не скончался. Можно было и не уйти. Минус сторона. И это всего лишь минус сторона. Рубик Хука это чуть не дает по щам Дезраптору. Опа. Глимсанули. Четыре секунды блинг. Моментальная реакция. Поднимает Пуджа. Но нет. Отлетает в таверну. Через Дезмэмбер. Тем не менее, основную задачу свою Аноин выполнили. Они забрали сторону. В драке минус успевает откидывать минус. ГГ вы поломает. Что мы... Какой вывод можем сделать из всей сложившейся ситуации за последние пару минут? Эмбер Спирит... Не очень хороший человек. Сокращенно Ригиска. Ну, действительно, эти непонятные отдачи, они были... Они были непонятными отдачей. То есть, вот это вот, я вижу у Рубика, я не вижу препятствий. Зачем это тебе нужно? Вот данная подфитка, она просто решила заход на хайграунд. Они потеряли сторону. Исключительно из-за его ошибки. Наверив себя, пытался поиграть. Обидно так ошибаться, конечно. Наверив себя, проиграл. Заныкался. Главное, стоял такой интересный. И, честно говоря, я не понял, почему-то. Неужели не прошли эти жалкие 20 секунд... А, нет, 38 кулдауна. А он же Акторин не собирал. Ну, конечно, зачем Акторин, Эмбер Спирит, я хочу Маштром. Естественно. Ну, это для глупых. 15% кулдаун редюкшн есть талант, но при этом не хочет собирать Акторин. Что ты за человек-то такой? Пандорен, Эмбер Спирит. Кстати, в этой версии ДОТ он не очень на панду смахивает. Какой-то... Непонятный тип. Есть Рошан. Есть опция помеситься на Рошане, я думаю. Повеситься на Рошане? Ну и повеситься тоже, если что-то пойдет не так. После Линзы пытается купить себе Даггер. Блинк Даггер. Товарищ Пудж, какая-то интересная реакция. Вот Сэнд Кинг, он первый раз решил, что лучше не фидит, чем фидит. И делает и блинк-аут, и копается. Нетипичное поведение для Искан. Да, удивлен, удивлен. Если бы Скорпион действительно был где-то, знаешь, в живой природе, а мы бы с тобой были наблюдающими натуралистами, мы бы сейчас удивлялись. Странное поведение. Что с этим Скорпионом не так? Почему он не идет погибать? Ну да ладно, хука, лети от Пуджа, неплохо сыграно. Тут на подсейве есть тиммейт, и ничего почему-то не ворует Хэллоу Синьорито. Хотя, наверное, и стоило бы вернуть минуса, минус выйдет из тюрьмы. Папапам, Синьорито. Как эта песня не вспоминается? Ну, допустим, я, честно говоря, не вспоминал никаких песен. Не знаешь, что такое? Та-та-там Синьорито? Да. Мне 26 лет, я мужик. Откуда я знаю песню Та-та-там Синьорито? Что за странные вопросы? Все ее знают. Все. На Луне? Аевскади на Луне, между прочим. Это после сатаника, это куча статов. Это было очевидным решением, да. Жиробаска готовится к зиме. Накопила 4К. Слушай, а как давно ввели вот этот дым, струящийся по ХП и Мане? Это тот он максимал, когда? Думаю, что да. Вполне возможно. Потрясающе. Есть такой прикольный риск, что это та Карспирита вытаскивает на хуке и погибает Кор-команды. Я буду называть его Кор-командой, потому что так оно и есть, без него здесь вообще ничего не происходит. Скажу, МВП команды погибает. Это точно. И приходится делать байбэк. Минус понимает, что эти раки сейчас все закинут. Он возвращается в игру с байбэка. Правда, тут разваливают уже пробелы. Лопают в ответ ACC. Здесь как раз-таки принимают участие. Минус. Конечно. И все, хата ломается. Что будет дальше? Вон, попытка побыковать немножко на луну, но static storm очень не очень. Не угодила, но тем не менее ее загнали в рашпит просто. Но она сейчас здесь просто аегис выбит. Окей. Никаких проблем. Челлендж асептед. И все, и пошла вода в хату. У-у-у. Обсервер вард. Нет, центри вард. Снимают вражеский опс. Осторожней. Нужно быть. Обсервер еще один. Но опять же под центрёй. И знают об этом варде. Под него не полезут. Этот вард может сейчас просто остановить. Да, он останавливает и прогоняет всю команду. Сейчас бы опсом троих героев прогнать. Но, вилплей. Легкая, по-моему. Да, и я бы на месте... На месте земелья сейчас просто подошел бы, забрал... Забрал аегис себе и сказал, что, guys, сорян, но... Нет, только не вам. Я лучше затащу с аегой. Что эти непонятные ваши мувы, эти клипсы в никуда. Плюсую, плюсую. Типа, вспоминается известный мемчик, гифочка, когда два монаха заходят в комнату, смотрят на это, ну нафиг, и выходят. Вот на месте эбера я бы тоже взял аеги слоем, ну нафиг вас. Пока продолжается фарм. Я вот думаю, что хотят вынести. Ребята, давай сейчас взглянем, что тут есть. Что тут вкусненького. Хекс, это мы уже видели. Выложил медасик. Сейчас бы не забыть, что медас будет кулдаун иметь в два раза больше практически. И так сойдет. Зато не продал. Зато при тапке. Да, вот этот сапог, который дает аж 45 мувинт спида на 47-й минузе, но превратила куда-нибудь. Есть на руках 4К, сделай из него хотя бы тревела. Чем его, кстати, не устраивает ПТ-шка, которая дает ему атак спид, я не совсем понимаю. Ноу-ноу-ноу. Непонятно. Кстати, ведь ноу-ноу-ноу говорит кто-то из героев в доте. Кто-то из женских персонажей в доте. Говорит Клопам. Точно. Because I'm a player. Да-да-да, я понял. Я знаю, что говорит Лич, потому что на Личи у меня 80% в игре и 100 каток. Вот что говори. Что происходит? Я ничего не понимаю. Сейчас бы взять себе сыра Егис, пойти фармить леса? Ну, они на самом деле подталкивают просто все линии, стараются, по крайней мере, подпушить по максимуму. Дальше будет заходач? Ну, на мид, скорее всего, там вроде Тер-3 вышка отсутствовала, или же стоит до сих пор. Ну-ка, на миде посмотри. Нет, до сих пор стоит, то есть фуловые обе стороны на топе и на миде в Радиент. Так что надо как следует поддавить, как следует, нет. На топе распушивает СФ. Я не знаю, как они собираются нас дедефить сейчас от этой Луны свой хайграунд, если она еще и прикупит. Присырь она. Если еще и купит этот артефакт, то все, здесь спеши пропало. Планировала, кстати, разу взять, но потом такая... Да, мне некуда ее прожить. Сложно. Можно съесть сыр, если будет все очень плохо у Луны. У нее 2 ККП, покатающийся Таник. Пока все в порядке, все под контроль, на завороте БКБ, Сатаник, отлично. Доходит на хайграунд, вообще ничего не боится, с ней же врывается и минус. Эклипс в таверну МАК. Ой-ой-ой-ой. Куда ты ее тянешь? Она эклипс юзает, что делает этот патч? Да нет, на эклипс-то пофиг, а вот то, что Луну зацепили, это не очень хорошо. Он сдулся здесь по Тент, и все снова поднимется, сыр от Луны такого пороса кашляния. И троих порос страйкам, как же это больно. Разгастовался СФ, он как будто бы только что в Тимфайт пришел, он сам здесь. На самом деле он здесь давно, и на развороте смог каждому дать по щам. Вэлплейно, что еще можно сказать? Четыре сотни демеджа у этого самого СФ-чика. Потеряли только те тревышку на центре, и сделали Тимфайт. Лу-Джи Мэри еще отдается Акзина, вот это вообще совсем печально. Шесть тысяч, шесть тысяч монет заработали в этом файте. Так, а что по графикам? Наверное, они просто неистово ломаются там. Было преимущество двадцать тысяч, так что из двадцати шесть... Это мы смотрим экспириенс. Нет, вот это уже экспириенс, а это была голда. Да, ну все, графики ломаются, но не столь зрелищно, как мне хотелось бы. Так, Захексил сможет ли убить? Нет, не получилось. Вот сверху БКБ прожимается. Эрсфирид удаляется. Кстати, вот не понял одного Эрс, но прожал Эмбер сейчас, прожал он возвратку. Но ты-то стоишь под Глифом, развернись и просто дай ему три в лицо. Да он ушел на нивэй на реминанте, что расковать? Мало ли, там пуш какой-нибудь на подходе уже с Хукисом. Так, а тут попахивает-то бараком. И вторых барака попахивает. Так, великолепная серия бару-страйков. Шива сюда же пытается задавить барак, если Глиф. Вообще есть у Дайр Глиф? Нет, был. Был на топе. Минус две стороны. Минус две стороны. Здравствуйте. Это мне подсказывает, что у One, No, не все так гладко. Как показалось на первый взгляд, да, после того, как Луна начала доминировать. Но теперь, когда БКБ сократилось... Вот скажи мне, вот я знаю, в чем причина. А знаешь ли ты, в чем дело? Я расскажу тебе правильный ответ, если твоя версия не зайдет. Окей. Как мне кажется, данную драку очень сильно... Ну, вообще любую драку, которая происходит, очень сильно растягивает. И Пудж, и Абадом, потому что впитывает в себя дофига. И Дизраптор выдает какие-то косты. Плюс своим лицом торгует Эр Спирит. И Эмбер Спирит. И почему-то каждый раз, когда все все уже нажали, когда все подрасслабились, приходит эсэ и начинает. И заканчивает. В режиме доброго лося. Да, то есть... Всем готов пожаловать добрый вечер. Ну, это на самом деле, с точки зрения аналитики ты говоришь, все правильно, но причина на самом деле иная. Причина в том, что... Нека. Раки своровали Аегу у нормального тащера. Вот эти вот четыре руинера просто не дали Аегис мужику. Мужик не может разваливать. Все просто. Вот она, легчайшая аналитика действительности. В этой самой игре. Дали бы реально Эр Спирит и Аегис, и было бы на ману. Конечно. Была бы размотка. Просто размотка пятерых не очень скилловых пацанов по всей карте. Так, смаками. Накрылись и выдвинулись. Выдвинулись на ОД. Здесь же текст. Просто пленка и дальше. Вот. Зачем? Зачем? Зачем такому пацану давать Аегис? Зачем? Вот так он уже не пацан. Даже. Вот так вот. Удается. Играет на птицам. Ценни Хохол даже. Да. Играет на птицам. Играет не очень. Акторин Корр на Сент-Кинге. И я вот думаю, это правда лучшее вложение денег? Не Хекс. Да. Не Рефрешер. Да. Как тебе вести со мной диалог? Да. Очень даже неплохо за цепочкой. И минус. Умрет однозначно. Без шансов. И вот, кстати, не хватает какого-то гаста. На самом деле. Он хочет собрать артифакт на команду. Да последний пытается тащить. Понимаешь, вот этот груз, эти четыре якоря. Не справляется. Изо всех сил старается, реально. Вот буксирчик, это мультик про этого парня. Маленький буксирчик тянет свою ношу. Маленький буксирчик ношу не бросит. Но маленький буксирчик проигрывает эту игру, по всей видимости. Мега-крипы. Здесь нет какого-то Эмбер Спирита, который бы этих мега-крипов мог дефить. Несмотря на то, что Эмбер Спирита нам показывала неплохие мувы. Минус. Красиво. Ломал. Очень больно. Я даже ничего не хочу говорить. Но Луна знает прекрасно, что есть Игоним Септер на Дизрапторе. При этом подставляется. Не имея... Просто не давая даже команде возможности помочь. И... One by one рассыпается. Unknown. Мне жаль эту команду. Они были достойны победить в этом матче. Но... Согласна. Я согласна. Но это ГГ и минусы пишет. Он даже понимает, что все. Ну какая-то соляра от СФа. Честно говоря, вся команда развлекала. Выходит СФ и делает свое дело. МКБшечка. Закончились миссы, закончилось лицо. Там прям очень красиво подъезжает и МКБ, там подъезжает и Дизраптору Аганим, который не дает вообще ничего нажать этой Луне. Ну и как следствие... Мама, мы приехали. Посмотрим...